В общем, вчера мы с Алексеем напарились, но решили с веничком попариться. И столько мусора сегодня надо убирать. Что-то не хочу я с этим веником. Ну, иногда можно, но не часто. Столько мусора. Сейчас покажу. Вот сейчас подметаю здесь всё. От этого веника мусор летит. Конечно, так неплохо с веничком попариться. Но потом убирать это всё. Всё, помыла по лыжи. Такой порядок в сауне. Сауна готовая. Ну, это пока так оставлю. Готово к следующему заходу. Очень много листьев летит. Столько листьев насобирала. Друзья, всем привет! Всем мы рады на нашем канале. Сегодня что хочу сделать. Я разметил. Здесь хочу построить тепличку. Ну, склон у меня немножко. И я так подумал. Я перекопаю сейчас всё. Перекопаю. Немножко выровняю сколько нужно. И уже основание можно ставить. Там посмотрим. Тепличку я купил. Тепличку я купил, кстати. У нас в Германии есть такой интернет-магазин eBay. Там продаётся как всякие эти. Ну, нашёл там за 477 евро. Вот. И вроде неплохая. Ну, были же за 600-1200. Конечно, я такую не хотел. Потому что это как бы всё хобби. Не так, чтобы выращивать, чтобы закатывать. Или ещё что-нибудь. Так что это чисто моё хобби. Ну, конечно, вы видели в предыдущих сериях, как мы выращивали этим летом. Тут стояли. На дорожке везде стояли. Мне это не надоело. Надоело, вернее. Не нравится. Поэтому я решил выращивать только здесь. Ну, вот. Надо построить. Тепличка по моим размерам. 3,10 в длину. Ширину 2,50. И высоту 2,50 где-то. Вот так. 2 метра, короче. Где-то так. Ну, всё. Сегодня, я не знаю, успею построить. Но хотя бы фундамент подготовлю. КОНЕЦ Пока Алексей там копает. Я тут вот занялась. Вот эти ветки все. Растригаю. Собирала. Это целую кучу. Короче, они все плетутся на гараж. А мне это не нравится. Мне нужно их все отрезать. Вот эти все ветки отрезаю. Вот так. Интуиция не здесь. Мне не нравится. Я хочу, чтобы только вот здесь чуть-чуть росло. А вот это все не очень. Боже, ты красиво. Я не хочу. Вот такие ветки. Прямо вот на гараж вот так растут. Ну, ладно, здесь чуть-чуть угол пускай. А вот здесь стенку я не хочу, чтобы это все было. Поэтому я сейчас все постригаю здесь. Они все равно растут быстро. Наверное, каждый год придется вот это все постригать. Растет быстро все. Не знаю. Поэтому лучше короткие оставить. Это вот куда это растет? Личам, наверное, здесь. Мне не нравится. Чтобы на гараже было. Лучше вот так. Вон они какие длинные. Длиннючие. Сегодня погода хорошая. Это можно чуть-чуть поработать в гардене. На улице, на свежем воздухе. Хорошо. Красота. Вот так вот. В моем доме всегда есть работа. Вот так вот. 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 короче друзья вот представляет из себя вот такое видите стойки алюминиевые все сереньки на ощупь крепкий ребята распаковался оляет оля и туго ну как как собирать ничего нету интернет чуть посмотрел по меру примерно уже сам сейчас буду собирать шубчики нашел и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двумя руками 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 наверное пойдет но завтра придется мне ехать в строительный магазин и укрепить этот основу потому что вдруг ветер вдруг сильный ураган или еще чуть может взлететь вырвать с дерева вообще вырвать земли ну хочу какие-то колышки какие там были колышки небольшие это не хватит я считаю покрепче бетонирует что-то не сильно охота потому что здесь вдруг я через год через два захочу просто траву засеять или еще что-нибудь и поэтому как бы вот так но пока вот такой вот такого плана остается завтра конечно буду укреплять но собирать дальше буду посмотрим какие дальше приключения я говорю без плана без ничего бегаю на компьютер смотрю как делается это как-то не очень в общем вот эту комнату где у нас сама находится хотим здесь порядок наводить алексей уже окно новое поставил здесь все это надо доделывать ну стены потолок нужно делать вот эти вот все крючки отдирать может быть вот этих ну отбить кое-чего и потолок делать и вот эту полку мы сейчас будем разбирать она хорошая ночью освобождать надо будет здесь все разберем сейчас полку сына и будем потихоньку ремонт делать начну с этого угла посмотрим что у меня получится никогда я это не делала ну посмотрим в общем все надо выносить пока что вот это только уберем потом это тут тоже не сложно все убрать комодик можно потом пока туда в сторону вот эту полочку тоже ну эту полочку тоже надо будет убрать она там как-то и фест не знаю как ее будет убирать потому что за ней тоже надо будет все делать стенку все это все тоже будем убирать ну пока мне важно вот здесь вот все убрать короче давай я вот случайно вот эту мне надо вот эту убрать лампу эту лампу и на нее будем колеса складывать давай сейчас поставим неси колесо оба что зачем я Latefin главное новейские лампы сейчас Продолжение следует... 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 Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стройка наша продолжается... Продолжение следует... 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 В общем, при сборке никаких сложностей нет. Ну, в принципе, если есть у вас руководство к сборке, как у меня не получилось, у меня не прислали почему-то, я в интернете нашел. Теперь собираю, смотрю иногда в телефон, вот сейчас добиваю вот эту, получается одна боковушка готова, потом вторую и в принципе все. Ну и укреплю фундамент и дальше буду работать. Приятно, когда вот такой солнечный денек, правда сыры у нас, туманы. Вот так вот. Продолжение следует... 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 потому что или трубы поменять как всегда или новый интернет вот эти трампуют ну хорошо делают молодцы но очень долго видать может быть кабель тащат долго или еще что и все работают я слышу здесь у нас рядом дом и в общем-то движняк идет сигнале вот дорога несколько слоев там будет где руками это деньги не все тратят это асфальт видать частично не знаю но делают и делают шума очень много вечером ребят вот уже начинает темнить прям туман так вот осень германия бавария так я ботинки переодену грязные так так я буду хоть готовить всем привет дорогие наши зрители сегодня мы будем готовить картошку тушить с мясом с говядиной вот такая говядина у нас живу когда с жирком в общем вот это то что нам понадобится мясо картошка лук как всегда в любом блюде да все просто без всяких этих всяких заморочек все просто будем в казани готовить готовить буду я сегодня готовим по очереди то алексей готовит потом я готовлю сейчас разгорится пока алексей тут еще тепличку делает ну а я займусь варить буду получается сделать двери осталось доделать и все хорошо у тебя получилось про не крепко да классно вот и она везде крепкой даже вот так снег будет вот и внизу упирается я так посмотрел как они сделали неплохо ну хорошо это мы сейчас подготавливаем для весны чтобы уже потом что столько времени занимает чтобы ее собрать и это еще не готово все еще же надо грядки делать да в общем работы много я в детстве любил костер жечь с пацанами костерчик шли не дадем место а взрослые ругались нас там нельзя опасно пожар может быть а дети же не понимают а им хочется хочется возле костра посидеть какая красота теперь можешь жить сколько хочешь жди алексей детство свое детстве ты мало мало а мне камин нравится поджигать так наливаем масло все это настолько хватит мне сейчас подождем пока масло нагреется и будем обжаривать мясо хотела бы передать всем большой привет от нас большое спасибо всем кто пишет приятные комментарии из подмосковья валерия волокитина с чехии где мы были в городе как это называется этот город гудовица большой привет в общем всем кто пишет комментарии кто смотрит нас кто ставит лайки всем большое спасибо как горит жар так уйдет масло нагрелось паучок он пожарился закидываем сюда мясо закидываем сюда мясо пусть немножко так что запечатается потом я переворачиваю сразу не нужно мешать все это сразу не нужно мешать все это вот такой запах дает вкусный а теперь можно переворачиваю помешать а теперь можно переворачиваю помешать домашний пар если есть и заказан почему бы и нет мято уже запечаталась у нас вот такое вот примерно получилось ну пойдет нормально теперь нам нужно мясо поварить минут сорок потушить потушить потому что говядина все равно надо долго два часа варится поэтому так что я сейчас сделаю добавляю воду немножко не надо чтобы вода выкипела как раз за 40 минут выкипеть добавляю лавровый лист и соль все перемешаю здесь оно должно потушиться накроем крышкой и 40 минут пусть тушится стараю крышкой и оно должно тупить не трогаем ну полчаса точно не трогаем ну а конечно на медленном огне а ты уменьши в воздуху вот задвинь эту штучку внизу вот эту задвинь до конца вот и все так прошло у нас где-то полчаса сейчас посмотри вода выкипела сейчас добавляем лук яйцо я добавляю яйцо я добавляю огонь я уже прибавила яйцо 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 теперь добавляю яйцо Тоже немножко обжарим, минутки-две. Хочу немножко добавить молотый кориандр. Черный молотый перец, много числов добавлю, немного зелени, потом еще конечно добавлю. Перемешиваем. Теперь же добавляю сюда, лечу, здесь у меня где-то 4 столовые ложки, прям хорошо с горкой. Перемешиваем. Маленько обжарить надо. Теперь добавляем сюда картошку. Добавляем сюда воду. Перемешаем. Как закипит, где-то полчаса должно тушиться. Конечно, сейчас еще я подсолю. Все перемешаю. Закроем крышкой. Должно тушиться. Ну, полчаса, ну, минут сорок может быть. Кипит. Сейчас она будет хорошо кипеть. Все, на полчаса. Через полчаса проверю. Огонь горит, вроде нормально все. Клею уже потолок, вернее крышу. И стараюсь еще... Конечно, в инструкции не написано силиконом. Но я делаю силиконом еще. Вот так. Знаете почему? Потому что, во-первых, будет лучше, я так думаю. Хуже. Ну, как бы для себя строю. Так вот. Ну, не знаю. Получится, может, лучше, может быть, хуже. Я думаю, хуже не будет. Короче, клею уже вот эти поликарбонаты. Как она называется. Вроде ничего, не сложно. Вставляем нижнюю сюда. Возьму их надевый пан papa. А еще топить он. Кторый панец. Правильно. И это находится в таком основе на tireной силе. С ridgeяна. такие дела в силиконе правда из базов вообще очень много работы ну смотрите сами крышу я уже сделал просиликонил будет вообще отлично вот как то так хорошо что я сделал с силиконом потому что без силикона здесь хуже получается ну не сложно но много работы так бы я бы сказал сейчас сделаю стенки и все уже не без силикона наверно потом если что если будет пропускать стенки не вистик неважно главное вот сейчас делал с силиконом и кламовым вот такие застежки видите все четко сейчас подсохнет силикон но я пока стенки начну сначала с торцов так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok В центре города Вот что нравится 5 минут за хлебом 5 минут в любую точку Садик рядом, школа рядом Короче, центр рядом Городок хоть и небольшой, но в центре Очень часто машины даже не используют Ладно, всем пока До новых встреч Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok